всем привет мы возвращаемся почти сразу это обсуждение обсуждение чуть позатянулась с тем что хотелось я понимаю что вам тренированным час ночи не время но тем спокойного сна давайте скажу быстро это кайфовый вообще кайфовый ваншот с элементами хорро комедии веселья страха крутого движена с пинса листов и всего мне очень понравилось во первых мне кажется что это можно экранизировать какую-то часть ну то есть взять это выжимку классно этого всего сделать очень крутое веселое страшное кинцо спасибо горбата тебе большое за такую историю классную мне очень понравился ход с такси с этим совсем водилы и переходом звука вот мне вот после того как случилось вся эта вещь с такси мне еще хотелось таких вот таких же такого же саспенса еще внутри побыть не переходить еще к такому к открытому до этого существованию а мне мне нравилось что ты саза это тянешь за этот крючок страха вот этим тем что ты придумал вначале мне хотелось в этом еще побыть вот но и так вопрос просто куда развивать вообще выход очень классный с тем с военными ребятами с призраком много вопросов мне кажется у нас классный персонаж получились мы вообще классно между собой взаимодействовали вот какое-то приятное ощущение с которым мы все это закончили мне мне такое нравится и я бы я бы еще бы вот жалобы в сторону будет жести какой-нибудь чтобы не знаю но это вот вкусовые такие вещи о них не нужно говорить по мне это вообще невероятно удачная крутая вещь и которая мне кажется достойно достойно внимание уважения и просмотров спасибо . замечательный рукой мастера макс скейтер хороший гони на скейте я захожу на трубу я нашла что хочется сказать по моему потрясающий невероятный замечательный сбалансированный удивительный по сопоставлению рядом жанров и классный по сценам и вообще сплошь какой-то крутой ваншот потрясающий клево вот клевая удобная вот эта вся история тут она конечно полностью не раскрылась но мне кажется было прикольно что все немножко поиспользовали свои штуки это очень редко на самом деле получается в ваншотах а тут как-то все использовалось и раскрылись все персонажи и история получилась такая клевая у него было столько интересных частей как бы даже четыре части не все были разные и как-то было очень очень клёво вот для андреевич замечательный ваншот просто браво спасибо . я получил огромное удовольствие было очень легко играть время пролетело быстро играть было очень интересно и я почувствовал себя настоящим диггером за счет того что я сделал заброс через залаз запилился запилился предотвратил дестрой и нашел бомбарь вышел через лаколаз роколаз и вышла диггеры на ютубе пишите коллайдеру свой респект он поднимает культуру в массы да очень круто классно то что хоррор и вот момент с музыкой стало очень страшно и я такая ну все сейчас будет просто трыж какой-то происходить из разрыв сейчас будем умирать тут морально пипец но оно осталось на такой оно как бы так напугало дало какой-то такой типа будьте осторожны и дальше осталось на какой-то такой легкой веселой волне мне очень нравилось как мы с юрой ели мясо и веселились в этот момент видел чертей пытался пробиться в эту дверь очень интересно и я кстати могу сказать что мой персонаж после этого ваншота сейчас посмыслия попал продолжение сюжета если говорить о том он сейчас конечно на самом деле поедет взломать дверь на самом деле я так предполагаю вот этот весь просто 2 чем отвесит вся эта атмосфера и этот форум и все на самом деле до выяснить все-таки это дверь уже с уже и на иным как бы сознанием иным пониманием и еще мне понравилось как ты не знаю вот такая атмосфера в процессе возникали картинки в голове какие-то гравюрные я даже не знаю какие такие зарисовочные как вот как будто бы эту историю дала потом передали кто-то рассказал и кто-то из рисовал не знаю как-то у меня так образно какие-то не не знаю не банальные картинки было и возникали что такое недосказанное вот и классно того что есть очень узнаваемые вещи я кайфовал я давно так не кайфовал как мастер потому что это было это было очень удобно было очень удобно потому что меня стали перед стримом было очень что ничего не придумал как всегда и сече что ты делаешь ваншот что можно прыгать вот так нибудь сейчас как бы что тут господи делать они доедут быстро до шашлыков а сразу все будут на станцию а там ничего три тропинки да и поехали уехали сюда вот я кайфовал потому что очень близкая тема мне эстетически я хотел сделать такой по сути дела форма действительно рассказа какого-то крепи история потом все немножко держится на а потом не тут да это вот наверное градусом еще своим похоже на какую-то байку форму как раз с диггерского да 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 такой как бы здесь я вижу там в сети много вопросов у того как работает никак понимаете это не вселенная фэнтези мира в которой есть четкие условия с которыми взаимодействуя на ней три магической вселенной отнимание это вообще принципе черный анекдот такой учетовщина дай на разочина сформулировал для себя так что это встреча с русским мертвым как бы вот что-то вот это такое место люди попадают которые лучше не попадать если попал лучше не смотри по сторонам поэтому боковое зрение не обращай внимание уходи просто уходи потому что его можно было пройти не на что не обратить внимание и просто уехать ну как бы добраться даже до дачи там есть и свой прикол то есть был шанс у героев с дедом да дальше поехать и они где-то вас там высадил деда отдельная история деда вас там высадил он бы не смог бы дальше поехать то есть я могу сказать так у каждого есть свои правила у каждого как бы у каждой штучечки есть свои правила но они все разные они могут как бы друг другом другом нарушать почему на меня не смотрел черт сергей потому что я была икона а поэтому не смотрел все ясно он тебя видеть не мог они поэтому тебя не замечали и поэтому тебя не замечали когда там прятался когда я понимал это я уже понимал класс там было две тропинки еще дополнительная на одной тропинке вы бы попали бы в избушку в которой вы нашли вы кровать полную человеческих тел это куда все кровать не не это средняя и кровать ванную накрытую брезентом полный кусков человеческих тел повсюду были бы разные инструменты для нарезания людьев и в подвале бы нашли девочку на цепи и у вас был бываем как бы вариант и освободить спасибо значит зайду прочитаю 6 девочка вы могли бы ее либо вытащить и тогда у вас были проблемы либо просто оставить как есть потому что пока вы там были бы пришел бы мужик с ножом и вы бы услышали как у нее кормить вот этим вот всем ну она такой как бы людоедочка такое существо людоедочка ее держится пишут она никого не пережрала и папочка ее как бы подкармливает а на другой тропиночки вышли в болоту по-другому там вы увидели бы тело нашли бы тело вот все шли к болоту вы бы вышли к болоту и по мне было бы пути на станцию вы бы увидели куда черти выкидывают кости хуже на тропиночка потому что туда ходят черти там не кому больше ходить там ходят только черти как раз таки я был счастлив гошу прямо сказал как иногда иногда случалось я вот как должно случаться в русской сказке как бы не иди где все ходят иди там день никого нету а у солдат заросшим что к нему никто не ходит из того что тропинка заросла никто не ходит поэтому к нему как бы из потерявших никто не добирается и поэтому то не были мужики ну ребята там пацаны пришли пожалели оставили мафон но не взяли письмо и поэтому умерли на болоте они помогли вот отправил нет они пошли сами но никогда такая слова штука простейшая что как бы ты помогаешь они не за тебя впрягаются с карьером да это мальчик который на самом деле я могу сказать честно почти 90 процентов мест действия это то что я видел своими глазами если мистики а это места которые я знаю на которых я в детстве очень много тусовался это я взял из своего личного опыта из своих личных искусственных водохранилища тюр сани расстроены советский в городе тоже похожим названием все происходят ну то есть мы там я много времени в детстве провел и это по замка действительно катался на какую детстве да песок как бы тарзанка мы пацанами разгонялись и кто дальше прыгнет делали засечку кто как бы дальше скачается и прыгнет в песок так мы молодые мы там не как бы не на нем и не 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 чоклись на мозгу как бы царапались но не ломали там ноги а потом я узнал уже взрослым возрастом однажды нашли трупы детей вот в этом горели закопанный в песочке и мне это родило такой как бы фантазию о мальчике который как бы оторвалась у которого тарзанка и который как бы там погиб и теперь он там раскачивается пытается у перепрыгнуть себя это было классно кстати очень атмосферная штука это непонятно но почему-то очень круто а вот в руках не может спокойствовать почему невидимая салат видений потому что мальчика никто не ждет класс мальчика забыли а что было в отеле тогда расскажи интересно как в номерах номерах или если бы вы там решили переночевать там это было бы немножко заката до рассвета у вас у вас даже на самом деле было бы у вас был шаг вы могли вас были шансы на разные атмосферы совершен на разный хоррор я хотел дать себе такую возможность то там было бы прям вот типа там могли бы и проститутки появиться и как бы то есть так это могла бы такая немножко в стиле коррозии металла мистика такая что с дедом спрашивает вот всех волнует дед расскажи про деда дед мертвый это его веночек кому-то не может поехать дальше и он давно предупреждал вас тайны заявки господи тайны затрат моя тайна заявка была в том что приделать значит я я переживал о том что точнее коля переживал о том что возможно приступить в жестокую схватку с неприятелем и поэтому он предположил что если иконку приделать на фонарик и включить свет так чтобы свет проходила через икону получится что-то вроде православного светового меча до который он будет женщин противников основываясь тоже на близкой русскому сердцу фэнтезийной истории ночного дозора которая кстати была 2006 году вот но мастер правильно заметил что иконки не салфетки и через них свет так не правда вот такие бумажные как бы они не ну не они не настолько прозрачно так как вы видите кружочек но как бы лучше не будет идти вот так что вот так вот а воду светить не может коля потому что он не священник ну и где вы что вы как вы там вообще могу что сергея послать домой в гости он придет час вам расскажет а и какие не услышали не трогайте игрушки они услышали только не свои глаза чертям не услышали не услышали не услышали что за игрушки там лучше текст нет а где были вы приключения игрушки в этом и вы могли бы найти игрушку у этого мальчика там если вы ее забрали он очень сильно вас обиделся а то как вы случайно покормили то он как до вас вступился мне нравится предложение из чата на осветить озеро после этого пути через у меня была еще одна идея у у меня была идея что ты внутри озера что-то есть у тебя было что-то внутри озера но не внутри мы поплыли бы и там случилось бы там бы случился китерград не доплыли до станции расставила как отражение посреди озера увидели что станции нет а почему так ну такое озеро понятно у меня у меня дурманное у меня была идея рацию отправить на дно озера чтобы послушать что там происходит у меня вообще такая была мысль что тоже стране там же динамику залился рация в пластиковом пакете на дно озера ну ты же мне дал мастер минутах еще можно сделать если че угодно мне нравится что с помощью изоленты пластикового стаканчика ебаной матери способность что угодно но в приключение все-таки помогла мне больше всего не ебаной матери а света да это автобус с черными шторками в котором просто жанрово оказался приезжал они конкретные люди черти которые ездят поесть в эту шашлычную и в конце если бы в него сели шашлычную да 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 штуки вы закрылись бы открылись бы показать в шашлычной за две минуты и сергей бы зашел в автобус сказал ну здравствуйте пойдемте отвечаю на вопрос про опенинг я бы пела опенинг из сол и тара чуть-чуть в год не попала но кому какая разница и конечно же посмотрели мы с максом все анимешки мира какой-то вопрос еще был а почему именно такое время мы пропустили просто это как бы 12 лет не могу сказать как бы конкретно что это какая-то цифра это именно просто такое число да ну а ну какой-то и она есть в русской мистике это тоже тоже вообще даже сюжет очень известна сказка как там ю блины чутка шок читал слух как мужик там приходит на кладбище выпить со своим немёртым товарищем уходит она прошу 200 или сколько лет будет ебать на какую-то же часть эта часть могу сказать вообще вообще видеть и сгорел ну потому что стали все сатанины гореть вокруг да просто если бы ты посмотрел бы через зеркальце нам был бы невидим конечно там был черт сергеевич ну там было бы что надо понятно так что вы поняли почему дверь не открылась почему вы расскажем любимая анимешка то они у меня значит был этот талисман сначала я думаю что это должен быть талисман с но потом я решила что это будет брелок тяжеленный доспехи элрика альфонсо господи альфонсо элрика из алхимика чтобы если что ударить брелком ну типа ключи и даже не использовал это у меня были ножнички потом на запас если что долбанула бы эллом по башке так вот ты не попал в дверь посещался только два раза три раза нужно постучаться в такие дверки чтобы тебя открыли первый раз ты намекаешь второй раз я спрашиваю ты уверен и на третий раз тебя пускают раз уж ты хочешь так заходи понятно что там было там было бы викторов через нет главный да там хозяин главный вот этот который с тесаком с топором ходил нет с тесаком ходил отец девочка которую мы не встретили а понятно а главный чест мы вот так и не увидели да а он бы там был как бы распоряжался бы всем ладно ну не будем даже не будем оставим это мне конечно да вы понимаете что за через написать что табличка написано хозяин кафе это табличка которая как бы николаю они конкретный момент времени кто была бабка ребят я могу сказать так бабка была просто бабка продающие грибочки это святые женщины а березовые листочки последний вот у меня вопрос волнув что в чем прикол вторых очков у деда как работает его в речке он в них лучше видеть на все ну а он не как бы видит там я был свой прикол с венками и на гробьями которые вы могли бы увидеть а вы ждите да вы же прошли мимо блин этого поселок не приехали туда в снт короче у вас был шанс определенную диалоги с дедом получить такие очки вот эти вторые в которых видно когда что-то неправильно выглядит вот как ты например видит настоящему туалет диана чем же я себя терла салфетками с баком они чистые были на бачке ложка вновь изучал диггеров откуда ты про так про них много знаешь я защищал докторскую институте по диггерам а почему венок у меня почему мужчина в комбезе у юры а мужчина в комбезе это его черти увидели машина уже машина-то мертвая а люди живы это черт увидел а как мертвый дед в этот приехал это вот вас кинули и вам как бы то есть это это как сказать это здесь мистика не территориальная здесь мистика да здесь мистика на везде есть просто вы именно власть попали условно говоря как как мне кажется как происходит залаз это куда шзал залаз проколаз из роколаза нужно только на мит вылезать мне так по-разному нашел это вот роколаз и ракоход идем через руках штука в том что есть как бы что мистика мне кажется самое классное но либо в сказке с нарушением запрета которого это либо это просто это как бы неправильном месте спросила неправильных людей как я знаю несколько историй про рюмочные москве с чертями да люди говорят не надо заходить туда и просто и не пейте с ними вот что зачем японской машине просто обычный мужик почему тогда с дедом мертвым говорил legend of merlin пытается поймать тебя за косы да потому что думаете которым героем доступна мистика а как тебе такое legend of merlin может быть и ты недавно говорил с таким дедом добрый вечер и из печи армен там ногти отрезал на ноге армен как ему вообще он просто черт такой человек а он просто на подряде он да он он приехал на заработки шашлем особый особый тип как бы людей он служит чертям это никак не связано с его национальностью не подумайте ничего такого там еще много людей которые служат чертям вы встретились об остались подольше привет вам в вк посылаем здравствуйте это я очень удивился что люди стали мясо есть вот это то есть я присоюсь утро люди и на дачу отдыхает последний что захочу не сделать это шашлыков бахнуть тем более последний что захочешь сделать первое что хочет всегда всех дорожных забегаловок шашлыков непонятных местах и это первое что ты бы сделал ни каша ни кофе ах вот а я а сколько там 9 утра а давайте ко мне ты первый кто вам какой завтра каша или яйца а шашлыка мне мне на кости барашка о чем ты говоришь вообще ты в этой истории первый бы там иконка лежала ты бы за шашлыком побежал а скажи это с шахурами что мы там не увидели что бы мы там ударили ребята портрет медведева почему сгорел еще раз объясняю время в шашлычно идет иначе в 2008 до попали а тут ты уже 2012 и сгорел вот так вот нет то что не поднимала знали но почувствовал посмотрел и оставил там сандалик да да она ничего с ним никак не взяла я сразу поняла что дело плохо специально не говорила ребятам как ваш нам не говорю про черта ну потом сказал вообще здорово что вот 128 человек на обсуждении потому что часа уже сколько на ю тубе смотрят привет что за горбатый по кругу пожалуйста часики ты чего это не только там блять вообще какая-то толпа а что то разошлись все нам нужны чопера и в нашем этом в чате на трогу я считаю которые можно загнать людей достаться ребят ну конечно не предполагалось что письмо а в письме ну угадайте что может писать мертвый солдат ребят что что в письме советы как играть в фортнайт ну ничего 5 лайфхаков чат конечно мы приютили максима оладушков бабушка надела все хорошо надеюсь бабуля там в ту же ночь от пережитого и не сейчас сейчас не хватает вопросов а что было бы снт как там у борьки вечер прошел нас спрашивают да ребята более конечно захомутал эту качку и она стала ну она что то скатилась ну она на сборе за сборе замуж выйдет а понятно в этом все решающе было а света как раз вот и осталась как бы и поднялась начальница стала какой то грейбис я даже не знаю про такой канал ну что ж я сегодня заверу по поводу времени обсуждений говорю что она немедленно двигается к заканчиванию спасибо за и мой лист анимешницы спасибо большое за лукарда здесь это добавляло мне няшности 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 добавляло есть чем я вдохновлялся я вдохновлялся тоннами крипипаст которые мне скинула варю край я совершал ошибку читал их ночью в кровати это ужасно я спать не мог потому что мы видим сегодня скорее всего будет страшновато я вдохновлялся крипипастами песнями короля и шута русскими сказками и топи там где-то тоже были но и я и люди которые делали то вдохновлялись похоже не вещать просто и даже прям вдохновлялся топями хочу спросить чата вы видите насколько красивый свет у нас сегодня на игре насколько все классно выглядит и это ваша заслуга потому что вы нам донатите на бусти и везде поддерживаете нас денежкой эти денежки вот пошли в этот прекрасный свет вот он снизу он сверху а будет еще сзади и везде еще будет его много крутого спасибо вам большое за это вот спасибо всем кто подписывается на бусти и остается с нами несмотря ни на что и в холод и в жару и когда хорошо и когда плохо и поддерживает наш канал спасибо вот сейчас где анатольевна демонстрирует возможности нашего пульта например демонстрация света красота а еще я знал что вы блять подумаете что герои уже умерли что они сейчас как бы мертвы но это да я тоже для мой взгляд это было слишком как бы или орджини нас смотрит здравствуйте как здорово приятно всех видеть в чатике и приветствуем всех новичков кто первый раз на стриме я видела сообщение о том что ребят ну вы действительно думаете что я похрюкаю перемотайте стрим и вылежите оттуда как я хрюкал поделитесь со всеми кто хочет все пока все давайте по домам еще чашки мыть спасибо большое спасибо корбатика спасибо зрители спасибо модеры спасибо гоша спасибо диана спасибо юра ну и специально для вас я делаю вот да Субтитры сделал DimaTorzok